У каждой печки есть отдельная инсталляция или какие-то вставки, посвященные истории дома или в целом быту, истории старых домов. Символично, что разговор о сохранении деревянной Самары проходил в восстановленном доме купца Маштакова. Яркий представитель деревянного зодчества 1900 года постройки чудом сохранился среди современных высоток, а его реставрация стала знаковым событием для жителей города. Здание почти четверть века простаило бесхозным и разрушалось. Три года назад началось его постепенное возрождение. Теперь здесь модное пространство, заварка. Подобных историй не так много. Хотелось бы, чтобы чудо случалось чаще, делятся эксперты. Все, кто к нам приезжают, специалисты, они это отмечают. И каждый из специалистов говорит, что это наше достояние, его необходимо сохранить. Их нужно содержать и как-то ими заниматься. И поэтому мы считаем, что это, в общем-то, очень актуальная проблема для того, чтобы сохранить идентичность нашего города. Именно города Самары – миллионника с деревянным зодчеством. По подсчетам экспертов, в Самаре порядка полутора тысяч вековых зданий. Половина из них представляет культурную или историческую ценность. Мы достаточно избалованы в Самаре. Нам кажется, что это какая-то абсолютно привычная среда. На самом деле, только в нескольких городах России, наверное, сохранилась в таком количестве деревянная архитектура 19-го, начала 20-го веков. И то, что, например, та же самая улица Ярмарочная, которая выглядит, может быть, сейчас и не супер презентабельно, могла бы стать прекрасным историческим туристическим центром. В отреставрированных исторических зданиях могут разместиться музеи и другие интересные пространства. И дом Маштакова тому пример. По словам экспертов, в России единицы городов, подобных Самаре, где еще сохранилась деревянная архитектура 19-го, начала 20-го веков. И задача современников – не только ее сохранить, но и вдохнуть в здание новую жизнь. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События.